Человеколюбие и сострадание. Вот главные качества работников этой сферы. В ближайшие воскресенья они отметят свой профессиональный праздник. Поздравления в День медицинского работника будут принимать и специалисты цеховой медицинской службы ООО «Тирвос», который трудится во всех основных подразделениях Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Сегодня цеховая медицинская служба в целом, как и здравпункты в подразделениях предприятия в частности, это совсем не то, что было 7-10 лет назад. Самые передовые технологии компания «Фосагра» внедряет не только на производстве, но и в этой сфере. Да, очень изменилось. Больше стало аппаратуры у нас. Дорогостоящие аппаратуры по сравнению, как было раньше. У нас эсмоаппарат. То есть мы каждому не меряем давление. Мы не проверяем каждого на аппарате алкоголь. Это все входит в аппарат эсмо. Стало работать гораздо легче. Елена Датьева в здравпункте. Оно в два работает более 30 лет. Отмечает, что, как и в целом в медицине, здесь меняются не только инструменты, но и подходы. Теперь во главе профилактика. Предсменному и послесменному осмотрам внимания уделяется больше, хоть и проводятся они быстрее. Порой это позволяет распознать болезнь на ранней стадии. А между тем, перед каждой сменой через этот кабинет проходят порядка 200 человек. Также мы осуществляем различные процедуры по назначению врача, поскольку зачастую нет времени посещать процедурные кабинеты. Очень удобно работникам обращаться именно с процедурами, такие внутримышечные инъекции, плановые назначения какие-то, возможно, перевязки какие-то плановые. Но самое важное в работе медика цехового взрывпункта умение быстро сориентироваться в любой ситуации и профессионально оказать экстренную неотложную помощь. Будь то травма, приступы или обострение хронического заболевания. Цена умения – человеческая жизнь. Инга Кулакова в цеховой медицине не новичок. 10 лет отработала в взрывпункте Кировского рудника, а более 10 на фабрике. Первые самостоятельные смены помнит до сих пор. Очень страшно. Хочу, кстати, отметить своего наставника первого, с которым мне посчастливилось, в общем-то, работать, которая ко мне очень чутко отнеслась и многому мне научила. Это Кривко Анна Владимировна, заведующая на тот момент здравпункта Кировского рудника, сейчас находится на заслуженном отдыхе. И первую самостоятельную смену, конечно, помню. Я сидела вот с такими глазами, рядом с телефоном диспетчера, любой звук телефона вызывала мне какой-то такой трепет, потому что было страшно, да, потому что это надо было самостоятельно, если что, идти на вызов и оказывать помощь. Кстати, в медицине Инга Кулакова оказалась случайно. Поступила в медколледж только потому, что там училась старшая сестра, и маме было так спокойнее. Интерес к медицине проявила уже во время работы, да такой, что уже через год почувствовала недостаток знаний и поступила в университет. В профессиональной деятельности, как и в жизни, главным Инга считает умение всегда внимательно и чутко относиться к людям. И если в человеке этого нет, то в медицину уж точно идти не следует. От всего сердца хочу их поздравить, потому что без них никак нельзя, потому что в самые сложные моменты мы обращаемся туда, к ним, если там по здоровью что-то. Так что большое им спасибо за то, что они у нас есть.